Программа инновационного развития «Умник», которая уже многие годы реализуется по всей России фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, теперь работает и в Севастополе. В этот раз за возможность участвовать в программе боролись 25 конкурсантов Севастопольского государственного университета. Они презентовали членам жюри свои проекты, которые вызвали неподдельный интерес аудитории. Если в прошлый раз в финал попали три участника, и только два из них в итоге получили гранты, то теперь было отобрано сразу 10 работ. Причем количество выдаваемых грантов в этот раз не ограничено. А это значит, что их могут получить все молодые специалисты, успешно защитившие свои работы. У нас есть разные программы для развития инноваций на разных этапах. И в том числе программа «Умник», она проходит по всей России, вот сегодня проходит в Севастопольском государственном университете. Она призвана вовлекать молодежь в инновационную деятельность и в продвижение по этой инновационной деятельности, чтобы в дальнейшем идеи, которые создаются здесь, вот молодыми специалистами вырастали в какие-то большие коммерческие инновационные проекты. Генетически нация очень сильна наша и могут генерировать, но только их нужно завести. Вот процесс заводки о том, чтобы они начали фактически создание такого интеллектуального поля, которым они вытворили. Это в том числе вот этот конкурс для этого. Тем, кто с успехом защитил свой проект по итогам двух лет и готов к созданию собственного предприятия, фонд предлагает принять участие в программе «Умник на старт». Но это все впереди. А сейчас молодым ученым предстоит кропотливая подготовка к финальной защите своего проекта. Полина Матюхина стала одним из десяти финалистов с проектом для отрасли сельского хозяйства. «Идея заключается в утилизации органических отходов. Это является актуально. И к тому же утилизация эта идет с пользой. Мы получаем органическое удобрение, которое на порядок выше по эффективности с аналогами, которое является дешевле за счет сырья и позволяет получить большой урожай. Мне подтолкнула идея сделать что-то полезное для государства. Я считаю, что это будет очень полезно. Тем более в нынешней ситуации». Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – государственная некоммерческая организация. Один из трех государственных научных фондов России. По-другому его еще называют фондом Бортника. Фонд направляется 1,5% средств федерального бюджета на науку. Основные задачи фонда – проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере. Показание прямой финансовой и информационной поддержки исследователям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий. «У нас пять направлений. В фонде именно по пяти направлениям инновационная деятельность оценивается и поощряется. Первое направление – это IT-технологии, второе – медицина будущего, третье – современные материалы и технологии, четвертое – это робототехника и современные приборостроения и биотехнологии». К работе в качестве экспертов и членов конкурсных комиссий привлекаются более двух тысяч ученых, высококвалифицированные специалисты в области науки, техники и бизнеса. Для молодых инноваторов участие в конкурсе – это отличная возможность заявить о себе в профессиональной среде. Александр Пронин, Денис Александрович, СЕФ-информбюро.